Бесплодная лоза Книга пророка Езекииля, 15 глава, с 1 по 8 стих И было ко мне Слово Господне, Сын Человеческий. Какое преимущество имеет дерево виноградной лозы перед всяким другим деревом и ветви виноградной лозы между деревами в лесу? Берут ли от него кусок на какое-либо изделие? Берут ли от него хотя на гвоздь, чтобы вешать на нем какую-либо вещь? Вот оно отдается огню на съедение. Оба конца его огонь поел, и обгорела середина его. Годится ли оно на какое-нибудь изделие? И тогда, как оно было цело, не годилось ни на какое изделие, тем паче, когда огонь поел его, и оно обгорело. Годится ли оно на какое-нибудь изделие? Посему, так говорит Господь Бог, как дерево виноградной лозы между деревами лесными я отдал огню на съедение, так отдам ему и жителей Иерусалима, и обращу лицо мое против них. Из одного огня выйдут, и другой огонь пожрет их, и узнаете, что я, Господь, когда обращу против них лицо мое, и сделаю эту землю пустынью за то, что они вероломно поступали, говорит Господь Бог. Размышления. Часть первая. Неудача первого Израиля. Книга пророка Изекииля, 15 глава с 1 по 5 стих. В сегодняшнем отрывке содержится притча, которую Бог дает Изекиилю для проповеди. Чтобы понять, какое значение она имеет и для нас, нужно, во-первых, знать, что Бог смотрит на Израиль, как на своего сына. Исход 4, 22. Через которого весь мир познает его и обретет благословение. Бытие, 12 глава, 1-2 стих. Во-вторых, виноградная лоза традиционно считается символом Израиля. Псалом 79, 8-9. Книга пророка Исаия, 51 глава, 1 стих. 5 глава, 1-7 стих. Книга пророка Осии, 10 глава, 1 стих. А Бог предстает в образе виноградаря. Когда речь идет о виноградной лозе, то ожидается, что ее плодоносность будет соответствовать усилиям виноградаря. К сожалению, Бог разочарован тем, что его труды на протяжении всей истории Израиля имели очень малую отдачу. Книга пророка Иеремии, 2-21. Поэтому он прибегает к хорошо известному образу, чтобы показать, что Израиль ни на что не годен, подобно стволу и ветвям виноградной лозы, и будет осужден. Этот отрывок заставляет задуматься о том, насколько мы полезны для дела Божьего. Приносит ли ваша жизнь плод? Размышления, часть 2. Успех 2 Израиля. Книга пророка Иезекииля, 15 глава, 6 по 8 стих. Из-за падения Израиля возник огромный вакуум, который необходимо было заполнить. К счастью, все это происходило в рамках Божьего плана показать, как тщетно полагаться на кого-либо или что-либо, кроме него. Ибо в Божестве есть вечный Сын, ставший истинным Израилем, который исполнил Божьи требования к Израилю. Этот Сын сделался истинной виноградной лозой, и через Него мир обретет благословение. Но важней всего то, что этот Сын устранил о грехе Израиля. Он принял на себя огненное наказание, полагающееся бесполезной виноградной лозе. И теперь всякий верующий в Него может обрести новую жизнь и начать приносить много плода. Чем или ком, кроме Христа, вы ищете утешение и спасение, переживая житейские бури. Помните, что только в Нем можно найти настоящую помощь и благодать. Молитва. Бог Отец, у Израиля не получилось отразить Твой образ. И у меня, Твоего дитя, зачастую это тоже не получается. Спасибо, что Ты являешь мне благодать через истинного Израиля и Иисуса Христа. Используй меня для дела своего, чтобы мне принести много плода. Во славу Твою! Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь.